Стать пожарным! Кто из нас в детстве хотя бы раз не мечтал об этом? Сегодня звездный час у Ставропольских дошколят. Я! В пожарной части Ставрополя сегодня это было, пожалуй, самым популярным словом. Любое предложение спасателя принималось на ура. Залезть в машину или надеть форму всем хотелось поскорее, пусть даже по одному рукаву на каждого. Очень-очень тяжелый и непривычный вот этот козырек прозрачный. Сапоги богатыря, говорит воспитанница детского сада Даша, но не упускает возможности примерить и сделать шаг. Удобно, Даша? Нет. Спасателям удобно в этом? Да. Потому что у них большие ноги, а у нас маленькие. Что там сапоги? Даже к этому не совсем привлекательному на вид аппарату очередь. Теперь ребята знают, именно в такой спасательной маске эвакуируют пострадавших из задымленной зоны. Мне надели и потом мне там подавали воздух. Что эта маска делает? Ну, искусственное дыхание. Ну и, конечно, одна из главных остановок экскурсии – пожарная машина. Кто из детей не хотел бы своими глазами увидеть, что там находится? Там есть инструменты еще, багажник. Там есть всякие штучки, там кнопки есть, все такое там. Что это за кнопки и штучки, тут же рассказывает спасатель. Но, как правило, у дошколят вопросы всегда вперед ответов. Для сушения пожаров необходима рукава. Вот мы видим здесь. А если у вас вода закончилась? Если закончилась, мы берем их с пожарного гидранта. Или с пожарного водоема. А что это такое? Такие открытые уроки – хорошая традиция в пожарных частях Ставрополя. Тем более, этот год в системе МЧС объявлен годом пожарной охраны. Студентам и школьникам рассказывают о правилах эвакуации и первой помощи. А вот для малышей – своя программа. Эти мероприятия для дошколят, они позволяют закрепить полученные знания уже непосредственно в пожарной части. То есть, они видят изнутри профессию пожарного и у них остается в сознании, что реально в себе несет огонь, какие последствия могут быть. День получился по-настоящему весенним и праздничным. Спасатели удивили ребят, вручили им познавательные книжки и сами не ушли без подарков. Очень приятные и красивые подарки, сделанные своими руками. Старались. В общем, первый день весны точно остался в памяти у ребят. Не всегда есть возможность почувствовать себя пожарным и телезвездой одновременно. Мама, привет! Папа, привет! Мама, папа, привет! Мария Жирова, Александр Лукьяшко и Владимир Кириллов. АТВ Ставрополь.